Эмоции, к сожалению, мы просто думаем про них, когда они плохие и редко думаем про них, когда они хорошие. У меня даже есть книжка «Счастливый ребенок», где я очень подробно рассказываю о том, что когда мы воспитываем своего малыша, самое важное научить его испытывать положительные эмоции, потому что отрицательные эмоции, они идут по умолчанию. В конце концов, задача этих эмоций, она же где-то нас охранить, где-то нас мотивировать и так далее. И лучше всего, конечно, с этим справляются отрицательные эмоции. Но у нас есть и положительные эмоции, есть радость, восхищение, есть удивление, есть интерес и так далее. И, конечно, вот эти эмоции хочется, чтобы у нас чаще появлялись, окрашивали нашу жизнь соответствующими красками веселыми и такими оптимистичными. Но жизнь такая сейчас непростая. Много стрессов, много напряжения. И большое количество людей страдает от профессионального выгорания, от внутренней какой-то такой усталости, от такой переутомления. Многие переживают тревожные состояния, потому что вообще непонятно, что дальше будет происходить, что будет у них в жизни случаться и так далее. И возникает большое количество таких психологических проблем, которые начинаются с эмоций, а затем превращаются уже, по сути дела, в такой невротический комплекс, симптом, невроз как таковой. Навязчивые состояния, панические атаки, конкретные фобии, депрессивные состояния, неврастения и так далее. И вот очень важно понимать, что вот все эти такие уже серьезные, их рассматривают как психические расстройства пограничного уровня, все эти серьезные невротические состояния, они возникают постепенно, по мере того, как наши негативные эмоции усиливаются, позитивных эмоций становится все меньше. И дальше они разрастаются, эти негативные эмоции, друг в друга проникают, у нас возникает и отдаленная тревога, и конкретные страхи, и апатия, и сниженное настроение, и так далее. И вот если вы хорошо и пораньше понимаете, что с вами происходит, вероятность того, что вы окажетесь в состоянии, когда вам уже нужна быть профессиональная психотерапевтическая, то есть психиатрическая помощь, становится меньше. Поэтому важно понять эти предвестники. Потому что обычно уже, когда все уже это, мы спохватываемся, пока как-то кто-то на горе не свистнет. Рак. А если мы понимаем свои эмоции и заранее умеем их правильно с ними работать, наше состояние с меньшей вероятностью превратится уже в такое психическое расстройство. Вот почему так важен эмоциональный интеллект. Редактор субтитров А.Семкин